Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вам представить сегодня Анну Гак, новое лицо на нашем канале. Это специалист по состояниям, и она сейчас вам расскажет, собственно, чем она занимается. Анна? Здравствуйте! Спасибо за приглашение, очень приятно со всеми познакомиться. Вас, Лан, очень приятно видеть снова. Чем я занимаюсь, это очень сложный вопрос, потому что я занимаюсь этими самыми состояниями, и в целом, наверное, самое близкое для меня слово – это слово «гармонизация». То есть, каким образом сделать хорошо внутри и хорошо вокруг. И для этого я, конечно, знаю очень много всяких разных техник, но цели на все эти годы остаются одной и той же. А что мы сегодня обсуждаем? Мы обсуждаем, у нас на канале очень часто поднимается вопрос, как сознательно управлять событиями своей жизни. И у нас есть очень много уже всяких приемчиков, и мы уже потихонечку учимся все это делать. Но возникает вопрос, что не всегда эти приемчики работают, и вот чего-то не хватает. И вот это «чего-то», мне кажется, оно связано как-то с состоянием человека. Причем есть какие-то вещи, которые могут даже негативно влиять на наше управление событиями. То есть какие-то нехорошие состояния, которых мы стараемся избегать. И наоборот, есть хорошее состояние, в котором мы стараемся находиться, или себя ввести в какое-то состояние. Вот если можно так кратенько показать нам, как можно себя куда-то не заводить, или наоборот ввести, вот это было бы очень классно. Тут есть несколько важных моментов. Во-первых, когда мы говорим «состояние», для большинства людей это слово какое-то не очень понятное, как мне кажется. Давайте назовем это «настроение». Мы очень часто наблюдаем, как мы в разном настроении демонстрируем совершенно разную эффективность. И для примера можно взять, например, ну не знаю, отношения с мужем, к примеру. Нужно о чем-нибудь поговорить. И ведь мы вот пересказывая потом подружке, очень часто говорим, что там сказал то-то и то-то. А подружка нам говорит, ну а что такого, сказал-то все правильно. Вот не с той интонацией сказал. Точно, точно. А как вот эту интонацию контролировать? Сейчас к этому идем. И поэтому очень важно и для нас, и для других людей, из какого настроения, с какой интонации, с каким языком тела мы что-либо делаем. Прежде всего важно для нас, потому что одно и то же действие, одна и та же фраза, один и тот же разговор из разного настроения окажутся разными. И я думаю, что в этом никакой эзотерики особенной нет, потому что мы это наблюдаем в жизни каждый день. Теперь вопрос, как нам долгое время стабильно оставаться в одном и том. Мне для этого больше всего помогает управление вниманием. Управление вниманием – это такая штука, которая позволяет нам мягко сфокусировать внимание на каком-то сюжете и оттуда внимания не уводить. Например, мы можем сфокусироваться на том, что сегодня я проживаю свой день из состояния благодарности или из состояния внутренней честности, или из состояния восхищения жизнью, или тем же самым своим мужем, который это очень будет чувствовать. И никуда от этого не отвлекаюсь. И смотрите, как происходит. У нас некоторый ресурс способности управлять своим вниманием есть от природы. Дальше мы всю жизнь этому учимся. И прежде чем мы начнем оттачивать эту способность еще лучше, всякими практиками рейки, цигун, йога, очень много всего, мы должны сначала убрать напряжение. Потому что если из человека просто убрать напряжение и ничему больше его не обучать, его жизнь улучшится практически до состояния просветления. Ему останется совсем-совсем чуть-чуть. И для меня вот таким способом убрать напряжение стали дыхательные практики. И я сейчас расскажу самую простую, наверное, которую может делать абсолютно любой человек. И инстинктивно все мы ее делаем. Вот, например, когда у нас там что-нибудь, и мы понервничали, что мы делаем? Мы вздыхаем. Мы вздыхаем с облегчением всегда для того, чтобы... Да, или перед каким-то важным делом. Вот мы останавливаемся перед дверью, которую мы сейчас должны открыть. Эта дверь для нас важна. И мы делаем так. Правда? Это естественная попытка организма освободиться от излишнего напряжения. Так вот то же самое можно делать сознательно. И очень во многих духовных практиках и энергетических начинается все как раз с очищающего дыхания. Начинается все с того, что мы садимся спокойнее. Первое, мы себе говорим, что мы сейчас будем делать. Да, говорим в свободной форме. Например, сейчас я освобождаюсь от излишнего внутреннего напряжения. Сейчас я подготовлю себя к тому, чтобы прожить хороший, красивый день. Надеюсь, что вы смотрите нашу запись с утра. Вот. И дальше мы делаем глубокий вдох. И выдох с облегчением, с удовольствием. И на первом выдохе наблюдаем, а расслабилось ли тело. И мы обнаружим, что какие-то участки тела расслабились. Да, вот сейчас я это сделала. Вы могли заметить, что мой голос стал звучать более мягко. Нижний резонатор подключился. Это значит, что у меня было какое-то напряжение в районе солнечного сплетения. А потом я выдохнула. Это напряжение исчезло. И подключился нижний резонатор. Но, например, я могла бы заметить, что нижний резонатор стал работать. А где-нибудь в спине, в плечах, где-нибудь в кистях иногда. Или челюсть бывает у людей сжимается. Где-то это напряжение не прошло. И тогда мы можем специальным образом там расслабить. И первое, что для этого нужно сделать, это вот прямо сказать своему телу. А сейчас я расслаблю еще и челюсть. Корень языка, кстати, очень помогает расслабиться. В 50% случаев это поможет. Если это не помогло, потому что сегодня трудный день, то тогда мы можем себя погладить. Вот я буду показывать на какой-то челюсти, например, чтобы было видно. Мы можем себя погладить. Потому что прикосновение человека – это естественный способ расслабить в том месте, в котором мы прикасаемся. Вы могли замечать, что когда мы хотим кого-то расслабить, мы его обнимаем, гладим по спинке. Это все очень естественные наши движения. И вот себя мы тоже начинаем гладить в этом месте. Если гладить не помогло, можем начать немножко похлопывать. Это вот такое, знаете, как лошадку по шее, чтобы она успокоилась. Вот себя тоже так же можно. Или можно кончиками пальцев, так аккуратнее, так аккуратненько, вот так, как я сейчас показываю, поделать. И поделать так во всех частях тела. Вот, кстати, по башке тоже очень хорошо, чтобы снимать усталость. Во всех частях тела, которые расслабляться не хотят. И после того, как там стало хотя бы на миллиграмм больше расслабления, потому что это с первого раза не получится, мы в предыдущие 30, 40, 50 и так далее лет напрягались. Правильно? Мы вырабатывали совершенно другие привычки. Ну, хотя бы чуть-чуть получится. И вот за это наше тело надо поблагодарить. Потому что благодарность – это невероятно важно. И вот в практике рейки, которой я очень много занимаюсь, там очень большое внимание уделяется благодарности. Благодарность в начале практики, благодарность в конце, благодарность отдельно, благодарность себе, своему телу, благодарность своему пациенту, благодарность Лане, которая пригласила меня на канал, благодарность всем вам, которые меня слушают. правда? И это очень-очень важно. Это украшает человеческие отношения. И это помогает нам лучше себя чувствовать, потому что чувствовать себя благодарным это очень приятно. Быть благодарным человеком приятно. Вам понравится это состояние, особенно если сознательно его углублять. Вот поймали себя на маленьком хорошем чувстве, раздуйте его, как уголечки пламени. Да, я ощутил маленькую благодарность, например, моей маме за то, что она меня сегодня весь день вкусно кормит. Заметила. Да? Я зацепилась за это чувство и начинаю его углублять, чтобы благодарность, которую я чувствую по отношению к моей маме, которая сейчас сидит, нас слушает, она бы распространялась по всему моему телу. Даже вот моя пятка чувствовала какой-то кусочек благодарности маме, а не говоря уже о сердце. Правильно? Вот. Почувствовали, что состояние вдохновения какое-то появилось. Раздуйте в себе это состояние вдохновения. Да? Почувствовали, что появилось желание сказать кому-то что-нибудь доброе или себе самому. Раздуйте. Да? То есть первоначально от нас требуются некоторые усилия для вырабатывания новых привычек. Собственно, к чему я веду. У нас есть старые привычки напрягаться и жить из этого напряжения, и совершать ошибки, к сожалению. Потому что все ошибки всегда, если вы проанализируете свою жизнь, они совершаются в состоянии напряжения. И есть вот эта вот новая привычка, в которую нам нужно войти, сделав некоторые внутренние усилия. Это требует усилия. Вот как мы привыкли все время класть ключи в одно место. Потом сделали ремонт и стали класть их с другой стороны. Требуется усилие, чтобы каждый раз лазить в другой угол в противоположный. Вот тут то же самое. Немножко самодисциплины. И в конечном итоге через несколько дней вы обнаруживаете, что как только вы начинаете за этим следить, вы направляете туда свое внимание. А сейчас скажу что-то эзотерическое, но короткое. Где внимание, там и энергия. И наша энергия моментально полилась в этот новый формат. И выяснилось, что все, что мы в жизни делаем, те состояния, в которых мы живем, это выбор. И вот это знание, оно в какой-то момент меня шокировало, потому что мне всегда казалось, что мои эмоции – это результат происходящих вовне каких-то историй. Люди, которые меня расстраивают или радуют, процессы, которые мне интересны или не интересны. А потом выяснилось, что, оказывается, я могу выбирать вот эти свои реакции. И с этого момента началась совершенно другая жизнь, и у вас тоже начнется. Ну, это вообще-то очень классно и очень полезный инструмент. И я даже готова себя напрягать, чтобы пользоваться им. Это очень здорово. Аня, я очень признательна, потому что это действительно такая свежая струя, которая нас немножечко так это взбодрит. Взбодрит. Да. И я думаю, что у нас будет много откликов. То есть все сразу, поскольку инструменты это несложные, да. Ну, как, они и сложные, и несложные одновременно, да. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это нужно делать, с другой стороны, это некоторое напряжение, и не у всех всегда получается. Я думаю, что у нас люди, они привыкли отклики писать, поэтому, если будет минуточка какая-то, заглянуть потом на это видео, да, и, может, прокомментировать что-то, я думаю, что люди будут очень признательны за это. Вот. Конечно, с удовольствием. Я очень люблю вопросы, задавайте обязательно вопросы. Да, да, вопросы, потому что как войти в такое состояние? Вот действительно, допустим, зашел человек в комнату с хорошим настроением, да, и что-то сказал в хорошем настроении, а другой человек в своем хорошем настроении что-то не так понял, или его что-то задело интенсионно или что-то, и пошло-поехало раскручиваться, да, вот это вот. А это знаете из-за чего? Потому что как только мы научимся свои состояния, сейчас я еще минутку времени займу, как только мы научимся свои состояния отслеживать, мы начинаем замечать вот какую вещь. Состояния, они разные. Это как сообщающиеся сосуды. Либо мое состояние переливается в вас, либо ваше состояние переливается в меня. Не бывает по-другому. И переливается всегда то состояние, которое стабильнее. И, обращая ваше внимание, я не сказала сильнее. Я сказала стабильнее. Это не про силу. Это про то, способно что-то поколебать мою гармонию, зацепить во мне какую-то внутреннюю неприятность. Или не способна. И вот следующий совет, как надо было бы дать в этом смысле, это вот я сижу, мне, допустим, хорошо, потому что я у себя вырабатываю новую привычку, мне хорошо. И тут кто-нибудь приходит, кто явно сейчас будет меня дестабилизировать. И вот хорошая идея задать себе вопрос, достаточно ли я сейчас стабильно в моем состоянии. И если достаточно, то гарантия, что через пять минут вот этот человек, который зашел, будет вас нежно обнимать, мурлыкать и говорить, господи, хоть какое-то светлое пятно в этом дне. Спасибо тебе огромное. А если мое состояние дрогнуло, и я чувствую, что оно начинает сползать, то это очень хороший момент для эвакуации. Надо себе честно сказать, я не справляюсь с этой ситуацией, я однажды научусь с ней справляться, просто не сегодня. Поэтому я немножко отойду на то расстояние, на котором я способна остаться собой. Отойду, это имеется в виду физически уйду, или это что значит отойду? Это в идеале физически уйду, хотя бы на какое-то расстояние. Надо делать без протеста, да, то есть не то, что там я от тебя ухожу, потому что ты меня дизируешь. Нет, просто я ухожу, чтобы дать энергии, да, немножко стабилизировать. Да, у меня там, когда картошечка жарится, я пойду за ней послежу, да, и как-то прийти в себе. Да. Вот это тоже такой важный инструмент. Здорово очень, очень здорово. Ань, если у наших зрителей возникнут вопросы, мы можем еще какие-то сессии повторить. Единственное, что меня беспокоит, что от того, что все ветки двигаются, у нас может быть не очень хорошее качество записи, но это то, что меня волнует. Вот посмотрим, как оно получится. Ну, будем надеяться. Давайте я расскажу вам, за что вы страдаете. Вы страдаете за такие чудесные березовые листочки, которые такими и такие дивные, и так хорошо пахнут. Постарайтесь проникнуться этим, а не рябью на экране. Да, да. Нет, на самом деле вид замечательный. Вообще, я там вижу, что там какое-то бесконечное пространство сзади. Вот пока скамейка была пустая, совершенно невероятный вид. Вот, очень все здорово, передает настроение, и я думаю, что наши зрители это почувствовали. Ой, с удовольствием. Спасибо огромное. Да, и спасибо тебе, что нашла время с нами немножко пообщаться. Я думаю, что это будет какое-то немножко другое направление, в смысле, опять же, управления своей жизнью, управления реальностью. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Счастливо.